здравствуйте мои дорогие у меня в руках анестетик современный анестетик артикаинового ряда и вопрос был не раз задан по поводу безопасности этого анестетика и этой группы не будем таскать лишних таких слов говорить но чтобы это было безопасно без химозы современной и был такой вопрос и также очень часто вы задаете вопрос по поводу медицины неотложной медицины как в случае острой боли допустим я сам травматолог просто так волю случая имею отношение к стоматологии и закончил в 1994 году первый московский медицинский институт а до этого начинал я обучение военно-медицинской академии на четвертом факультете в ленинграде имени кирова факультет называется начальник медицинской службы атомной подводной лодки или надводного корабля если переверну вам камеру и так как я вот окажусь на даче вы поняли по вагонке на стенах то и есть у меня запас безусловно разных анестетиков разных противовоспалительных препаратов антибиотиков как ампулированных так и таблетированной форме вот я вам просто взял анальгин показал вот какой бывает лидокаин что можно использовать случае как говорится на ядерные войны так он напрашивает слова случае неотложной ситуации навокаин значит давайте начнем с с первой части по поводу анестетиков стоматологии здесь это просто более дорогой вариант он прям идет и с со шприцом карпуль на вот так вот скрывается вставляется такой мандрены сюда закручивается снимается вот иголочка тоненькая иголочка видно совсем тоненькой как говорится комарик укусил да и вот вытекает анестетик значит что по поводу если здесь химоза или или нет я вас прям показал как он действует а сейчас покажу как он выглядит я вас научу одной хитрости но это несколько хитрость тут знаете хитрость плоха как когда ты делаешь какую-то подлость а когда ты как его достать тут но не суть ладно вы поняли вот он здесь находится тут и надписи разные относящиеся к нему и состав и производства и серии и дата годности здесь вот так выглядит карпула здесь резиновая часть здесь таскать место куда входит игла и поршень давит и препарат выходит вы можете сделать следующее это не будет лукавством это не будет обманом это будет во благо вы можете прийти в любую клинику стоматологическую на прием на консультацию там картопеду который вставляет зубы ли на лечение зубов который лечит стоматолог терапевт их называют и после консультации когда будет понятие на объем работы примерно стоимость я желаю вам чтобы он называли стоимость конечно чтобы вас не обманывали договора это тоже к слову должны быть и чек не в карман а ну вы поняли это ладно речь у нас здесь не про то вы можете сказать что я аллергик или я женщина аллергик да это не склоняется и не могли бы дать карпула или продать мне зачем вы мне будете колоть значит во время приема по во время лечения и врач вам выдаст ее я не знаю мы так даем без денег возможно какие-то деньги с вас попросят взять это не будет не будет дорого не знаю 100 рублей 500 рублей максимум и с этим препаратом вы уже идете находите микроскоп у кого есть электронный и делайте исследование этого препарата вот это я вам сказал вот так выглядит артиджек называется артикаиновый анестетик сделано в испании по поводу конкретно вот евгений баяч как вы думаете и все все возможно так как мы находимся с девяносто первого года в оккупации в жесткой оккупации ползучей не удивлюсь убили высшее образование убили среднее образование убили село убили производство и у нас сейчас ничего не производится поэтому все закупается поэтому наверное скорее всего да это я ответил вам на первую часть нашего общения по поводу второй части как быть если вы вам нужно лечение или протезирование или удаление ну с протезированием там можно потерпеть не так это больно там скорее всего да это вообще там это не лечение тем более не удаление если вы скажете вот как я вам показал еще раз принесу что у вас есть вот лидокаин он тоже разный бывает более опасный чем на локаин скорее всего вам не окажут помощь с вашим медикаментом с вашим анестетиком во первых так не положено во вторых как вы и где его хранили какая годность потому что все что происходит в кресле врача отвечает врач и руководство медицинского учреждения будь то частное будь то государственное поэтому скорее всего нет если это знакомые врачи то можно договариваться и вам будет оказана помощь частным образом на его страх и риск так здесь конечно вряд ли есть какие-то какая-то шняга я с вами согласен видите цена 100 рублей за упаковку ну тут пластиковая здесь тоже пластиковая пластики да пластики это конечно плохо но за неимением гербовой это я собаку оперировал брал видать отсюда навокаин вот обратите внимание я брал не это все запечатанное все как бы полное я брал не лидокаин я брал навокаин у него бугной на фсс после укуса клеща вот поэтому если у вас переходим уже как бы плавно мы как по второй части если нужно удалить зуб да или там какой-то остаток вас беспокоит режет язык как быть можно использовать и противовоспалительные препараты если они у вас есть разные кетарол там ортофен в ампулах делайте компиляцию но с лидокаином нужно быть очень аккуратно видите здесь 100 миллиграмм на миллилитр это очень высокая концентрация надо разбавлять водой ну в принципе интернет есть можете погуглить вот может быть анафилактические дела аллергические но он конечно более действенный нежели чем новокаин если человек молодой здоровый крепкий то можно 20 миллиграмм на миллилитр использовать препарат а так все что найдете главное чтобы еще специалист был который не изуродует вам полость рта не раскурочит там все понимаете пьяный нужно еще кто соображает хотя бы фельдшер который имеет отношение к медицине уж я не говорю к стоматологии хотя бы к медицине а так запасы делаете вот сколько стоит анальгин давайте посмотрим шестьдесят пять рублей да а ну да шестьдесят пять рублей коли вот тут более большой ценник семьдесят два рубля в ампулах покупайте отечественные препараты пусть они у вас будут хуже не станет инструмент ну хирургические инструменты щипцы нет смысла надо покупать да ну уж как то будете по вашему счету господь управит понимаете и найдется и акушерка найдется и стоматолог который от острой боли вас избавит не надо бояться так получилось не наша это была с вами затея что драка это началась вот с предательства как обычно с предательства с ненависти нашей земли с ненависти русских как титульной нации откуда эта ненависть ну потому что мы такие вот немного несуразные несобранные простые любящие ближнего скорые на и осуждение но и на прощение и на братание и когда как говорится отдашь последнюю рубаху вот такие мы не современные не креативные такое слово да не как европейцы не как американцы и всего у нас много поэтому нас всегда ненавидели ну вот в двадцатом веке это в конце в конце двадцатого века начале двадцать первого века это получило продолжение очень грустное продолжение и нам никак без драки не не выбраться из этой вакханалии потому что без драки я не говорю про какое-то вооруженное сопротивление нет я просто говорю про фазу более активную без ее нас всех поубивают это вот как раз то с чего мы начинали потому что и продуктах питания нет пользы я давно не ем хлеб вот я яйца ем и мне там пишут Евгений Борисович а вот чем вы кормите это комбикормом наверное тоже плохо но я согласен что конечно я кормлю комбикормом конечно туда тоже можно что угодно напихать вот что имеем то имеем да потому что еще купить хорошие продукты хотя бы относительно хорошие нужно иметь деньги и пойти на рынок на тот или какой-нибудь фермерский какой-то базар фермерские магазины и стоит это тоже подороже чем пятерочки куда нас всех привлекли дешевизны это вы все знаете поэтому отчаиваться не надо такой вопрос Евгений Борисович а вот вы сами что будете делать когда я последний раз лечил зубы я мне делали этот анестетик вот помолившись у нас в клиниках и иконы и даже в каждом в каждом кресле перед каждым креслом висит иконка чтобы человек верующий разные приходят я никого не не нету никакого дресс-кода как у стерлига в юбке надо чтобы борода была женщины в юбке в платке но может он и прав я его не осуждаю у него своя свадьба у меня своя так вот в каждом кресле когда ты сидишь то я специально повесил чтоб человек увидел икону ну или Богородицу или воина Ясенецкого в хирургическом кабинете висит Матушка Матронов в каком-то висит преподобный Сергий это не суть были небольшие такие иконочки они висят это я вам говорю по поводу чтобы вы сделали Евгений Борисович и делали вы вы да делал помолившись делал потому что нести навокаин ну не не боюсь казаться странным я с вами уже больше 20 больше четверти века мы с вами уже состарились вместе точнее состариваемся я никогда не переживал что я другой что я какой-то иной не похожий на кого-то из-за удобства наверное из-за удобства из-за лени не знаю вот уповаю на Бога предаю себе в руки Божии читаю молитву Филарета московского каждый день вам рекомендую такие были ролики посмотреть поэтому делайте исследования это будет интересно у кого есть повторюсь микроскоп достаточной мощности чтобы посмотреть структуру вещества и это будет продолжением хотя вывод то какой все равно не о хорошей жизни мы приходим к стоматологу у нас мы все большинство закредитованы зашорены замучены оккупантами и конечно же мы ходим к стоматологу не для того чтобы получить профилактический там или профессиональную гигиену полости рта сделать мы ходим когда уже острая боль когда уже приперло поэтому когда приперло то ты машешь рукой и просишь окажите помощь понимаете как в принципе наверное и и в других препаратах то же самое это может быть добавлено и в антибиотики и противовоспалительные и в препараты от диабета в инсулины ничего не мешает уповаем на бога и готовимся к активной фазе будем жить господь управит ваш евгений лопать